Жители зеленого города лишились благ цивилизации. Даже пищу им теперь приходится готовить на костре. Речь не о коттеджах и виллах, а о домах барачного типа, которых в зеленом городе тоже немало. Люди там живут не самые счастливые, а теперь вот у них еще и электричество отключили. Все, на костре. Вот сейчас я разъезжаю, потому что у меня маленький ребенок. Сейчас будем подкладывать, разжигать. Питаться мы будем теперь только чисто тушенкой, так как у нас мясо теперь негде хранить. Так как теперь света у нас нет, мы первобытные люди. Живем в каком веке, я не знаю, в 21-м, а получается так, что мы живем как первобытные люди. Просто вот приготовить даже маленькую кастрюльку, ребенку суп, это часа три нужно. Второй день я на костре сварил борщ, вот чай скипятил, электричество-то, тю-тю. Это вообще ужас. Мы не можем не помыться, потому что вода горячая, греется от титана. Не поесть нормально, все продукты у нас испортились, весь холодильник можно выкидывать. Вообще, в принципе, ничего. Живем, вот, ни телефоны зарядить, чтобы денег на работу завести. Вообще, в принципе, мы просто оторваны, как бы от мира стали. В таком состоянии содержат трансформатор «Будка» наши поставщики на услуг. Там все сгорело, потому что не обслуживалось, потому что вовремя не добавляли масла. Они бегают, только списывают показания счетчиков, сверяют, чтобы там кто не заплатил, да кто... Да, чтобы не своровали. Да, чтобы не своровали. А обслуживать, знаете, это ТП, а не собственники. Они не могут на масло там эти сколько там, 15 тысяч, что ли, надо было, да? Да, 15-12 тысяч. Вот теперь такая авария у них случилась, что все там взорвалось и все вспыхнуло. Ну, что это такое? Я считаю, что это просто халатность. Мы сейчас вынуждены, у нас маленькие дети, мы... Мы вынуждены были купить генераторы. Каждый день 600 рублей на бензин, потому что холодильники, потому что у нас нет горячей воды, у нас кроме как электричества, то есть нет ничего, у нас даже газа нет. Понимаете, у нас газ привозной, и то мы не имеем права им пользоваться, вот. Потому что живут вот здесь, у меня двое детей. Пять дней ребенку нужно мыть, кормить, в холодильнике все разморозилось. Что это вообще? Это где видено, 21 век вообще, пятый день, света нет. Невергородский район. Трансформаторная подстанция принадлежит дому отдыха Кудима. Там говорят, что обслуживали оборудование надлежащим образом. Это наша собственность, да. Ну вот, значит, одна. Мы его обслуживали, никаких проблем. Ну, машина же ломается, вы понимаете? Я же вам объясняю, машина ломается, все ломается в этом мире. Почему маслом не заправляли? Все заправляли. Кто вам сказал, что не заправляли? А я вам говорю, что заправляли. У нас прошла авария, то есть у нас трансформатор сгорел по низкой частоте, по низкой стороне, соответственно, потребителей. Трансформатор закуплен, люди готовы. В понедельник, я думаю, что к двум часам дня все будет готово. Почему так долго устраняете? Еще раз. А почему? Должно быть быстро. Это авария. Она случилась. Кстати, как сообщили нам в компании Нижнов Энерго, согласно нормативам, на устранение подобных аварий дается 3 часа. Здесь же восстановление затянется минимум на неделю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо.